Друзья, всем привет! Привет всем пользователям автомобильного портала Drom.ru! И сегодня мы с вами обсудим очень полезную и интересную тему. Как продать свой автомобиль быстро, дорого, качественно? Я буду отталкиваться на свой опыт. Ну, смотрите, я продавал автомобили с пробегом, я покупал автомобили с пробегом, я покупаю новые автомобили, я вижу, в каком состоянии люди сдают автомобили на трейд-ин. В общем, мне есть вам что рассказать. Плюс ко всему, при покупке своих автомобилей я пользовался услугами известных автоподборщиков и знаю, на что их специалисты обращают внимание. Я сегодня постараюсь сделать для вас кратенькую подборочку из советов, на что нужно обращать внимание, что нужно сделать, чтобы продать свой автомобиль как можно дороже и как можно быстрее. Вы же, досмотрев этот видеоролик до конца, обязательно напишите в ваш комментарий, если вдруг я что-то упустил, у вас есть свой дельный совет. Таким образом, ролик станет более информативным и более полезным. Присаживайтесь поудобнее, не размазывая кашу по тарелке. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! В качестве подопытного будет выступать мой автомобиль BMW F10 2016 года, но автомобиль не продается, и в этом ролике не будет никакой рекламы. Как это обычно происходит? Мы все с вами работаем, трудимся, копим денежки, и в один прекрасный момент, бах, все! Я хочу продать автомобиль, я хочу купить новый автомобиль. И скорее-скорее люди начинают либо фотографировать, выкладывать его на различные доски объявлений. И тут первая ошибка. Друзья, вот первое, с чего мы начнем, что нужно сделать, это проверить историю вашего автомобиля. На сегодняшний день существует куча сервисов, которые по госномеру, по ВИН-номеру, по всяким телеграм-ботам и так далее могут вам рассказать историю вашего автомобиля. То есть вы купили новый автомобиль, вы катаетесь и говорите то, что да я все про него знаю. Это да, но всякое бывает. Бывает такое, что люди проверяют историю своего автомобиля и видят то, что там указан совсем другой пробег. Автомобиль якобы участвовал в нескольких ДТП, что автомобиль находится в залоге либо в аресте. Что вы, например, когда-то там поймали штраф, вы не оплатили, и вот эта история происходит с вами. Что нужно сделать в первую очередь, это проверить историю, чтобы вы понимали, что человек, который захочет купить ваш автомобиль, пробивая ее по базам данным, увидит о нем. Таким образом, когда вы будете составлять объявление, вы будете максимально честны. Ведь люди смогут проверить историю вашего автомобиля без вашего ведома. Это, согласитесь, полезная информация. И как первый шаг нужно начинать именно с этого. Второе. Диагностика автомобиля ходовой части, да и вообще в целом. Многие из нас, катаясь на автомобиле, говорят, «Ласточка, все в идеале, никаких проблем нету». Но в любом случае может приехать покупатель, который загонит его на подъемник, начнет что-то там щупать и говорит «Вот, смотрите, у вас здесь неисправность, здесь уже запчасть требует замены». И люди, которые не разбираются в автомобиле, могут поверить ему, ведь люди очень хорошо втираются в доверие, тем самым попросят с вас дополнительную скидочку. Прежде чем вы выставляете автомобиль на продажу, обязательно доедете до дружелюбного для вас автосервиса. Диагностика автомобиля обойдется вам, ну, полторы-две тысячи рублей. Во многих регионах и городах это еще дешевле. Но вы сможете узнать, в каком реально состоянии находится ваша подвеска, в каком реально техническом состоянии находится ваш автомобиль. Если вдруг приедет покупатель и скажет «А у вас здесь неисправность», вы уже скажете «Дружище, я все проверил, здесь все работает на отлично». Третье. Если вы первый владелец или второй владелец, неважно, покупаете автомобиль, нужно его в процессе эксплуатации беречь, как бы это банально не звучало. Вот многие люди, как получается, кто-то ездит, пылинки с автомобиля сдувает и после них их отрывают просто с руками. А есть те, у кого постоянно какой-то срач в автомобиле. В центральной части вечно зарядочки, провода, которые все царапают. Вот обратите внимание, наш автомобиль из-под первого владельца. Здесь тоже есть царапки. Когда я спрашиваю у владельца, откуда взялись, не знаю. Ну, то есть как-то он, получается, возможно, небрежно относился к автомобилю. За всем этим делом нужно следить, потому что, когда вы выставляете автомобиль на продажу, люди приходят, садятся для них. Поймите правильно, это будет новый автомобиль, несмотря на то, что для вас это уже вторичка, которая вам надоела. Присаживайтесь в автомобиль, оценивая общую картину, они делают выводы, в каком он состоянии. И здесь важно к вам не кушать, не курить в автомобилях, если вы хотите продать его как можно дороже. И отсюда вытекает четвертое. Если уж изначально вы были свин, либо в процессе вашей эксплуатации были по автомобилю какие-то косяки, в предпродажную подготовку нужно все-таки вложиться. Она включает в себя обслуживание кузова, обслуживание интерьера салона. Пропылесосить и помыть этого недостаточно. Вот вы поймите правильно, когда люди приезжают смотреть автомобиль, они открывают, например, заднюю дверь и видят то, что там пыль, там грязь, но это неправильно. Все это можно изначально удалить, и это стоит не так много денег. Более того, вы это все можете сделать самостоятельно. И уверен, кто-то из вас скажет, я хочу продать автомобиль, я не хочу вкладывать в него денег. Но поймите правильно, в первую очередь вы это делаете для себя. Потому что когда человек приедет смотреть в ваш автомобиль, он в него сядет. Все чистенько, все аккуратненько. В автомобиле приятный запах. Он поймет то, что за машиной действительно следили. И тем самым среди других конкурентов, где все грязно, неухоженно, брошено, вы будете на первом месте. И, скорее всего, он купит ваш автомобиль, даже если он будет по цене выше. Потому что ваша машина выигрывает. Пятый пункт. Это трейд-ин. В любом случае, обязательно даете до дилера, оцените ваш автомобиль. Допустим, они вам назовут ценник определенный, плюс дадут дополнительную скидку. Вы посмотрите вторичку, увидите, что эта машина продается плюс-минус по таким же ценам, и вас это устроит. Тем самым, вы просто-напросто перечеркиваете все вот эти заморочки, отдаете машину, и в один прекрасный день уедете на новый. Но в любом случае, вы можете получить обратную сторону, что ваш автомобиль оценят очень низко, и вы поймете, что вас эта оценка не устраивает, и вы хотите продать автомобиль дороже. Поэтому этот пункт обязательен при продаже автомобиля. Шестое. Будьте честными. Если по автомобилю есть какие-то косяки, есть притертости, было ДТП, фотографируйте, показывайте, расписывайте. Поймите правильно, что люди, которые покупают автомобили на вторичке, если для него табу, что автомобиль участвовал даже в легком ДТП, когда пострадал только бампер, вы попытаетесь от него это скрыть, он приедет, если он это увидит, для вас это будет потеря времени, для него это будет потеря времени, да и вообще он посчитает то, что вы самый плохой человек на свете. Есть люди, которые покупают автомобили и понимают, что притертость по бамперу это не страшно. Поэтому обязательно прописывайте по-честному все, что есть. Если вдруг была какая-то притертость на автомобиле и вы ее не стали устранять, сфотографируйте, покажите человеку, что она есть. В любом случае, на каждый товар есть свой покупатель. Но что-то таить, когда у вас, например, бочина пробита полностью, вся красилась, и он приезжает, начинает осматривать, а вы стоите в сторонке, курите нервно, но это неправильно, друзья. На сегодняшний день многие из нас пользуются услугами подборщиков, все знают, что такое толщиномер, все знают, что есть базы данных, по которым можно посмотреть, если вдруг автомобиль ремонтировался по каске, он однозначно там будет. В общем, всю информацию проверить можно. Но, тем не менее, есть такие люди, которые все делают настолько хорошо, что приезжают специалисты и не могут понять, что автомобиль участвовал в ряде крупных ДТП, потому что все сделал на оценку отлично. При этом я вас призываю, опять же, будьте честными, когда вы продаете автомобиль, фотографируйте и пишите все как есть. Вам это будет только на руку. Седьмое. Мойка под капотом. Вот картинки, я думаю, вы видите то, что мой автомобиль находится в хорошем состоянии, потому что я с ним делал химчистку, полировку. В общем, машинка сейчас блестит. Многие люди считают, что при продаже нужно помыть подкапотное пространство. И здесь палка о двух концах. Когда автомобиль с небольшим пробегом, и вы помыли подкапотное пространство, с одной стороны, это будет плюсом, потому что человек приедет, он открывает, смотрит, все чистенькое, все в идеале, и вы ему можете сказать то, что я за ним всегда следил, я машину свою люблю. Но когда у вас большой пробег, там свыше 200-300 тысяч, человек приезжает, смотрит то, что машина, ну уже откровенно старая, но под капотом все чистое, это может быть только минусом. Потому что подумать, что что-то вы здесь пытались спрятать. Возможно, был какой-то ремонт, все здесь было в маслах, а вы здесь специально все это намыли. Опять же, мойка подкапотного пространства, это процесс тонкий. Одни моют просто водой, другие моют паром. Здесь мы останавливаться не будем. Но помните одно, что мыть подкапотное пространство, это не означает, что это явный плюс для вас. Восьмое, это услуги автоподборщиков. Когда мы с вами хотим купить автомобиль, приезжаем его смотреть, и видим, что он чистенький, красивенький, у нас уже начинает внутри все вот это вот сверлить, и говорить то, что давайте, давайте, быстрее пошлите оплачивать. Мне машина нравится. Вот здесь как раз услуги автоподборщиков, если это грамотные люди, если это грамотные люди, то, если это грамотные люди, вам только помогут. Первое, с чего начинается всегда осмотр? На самом деле, не с автомобиля, а с документов. Когда вы приезжаете, и стоит человек, естественно, смотрит документы. Поэтому вопрос к вам. Обязательно проверьте, все ли у вас с ними в порядке. Зачастую бывает такое, что люди, когда продают автомобиль, не могут найти свой оригинал ПТС. Поэтому к этому нужно относиться более детально. Плюс ко всему, на что они обращают внимание? Я обратил внимание так, что они смотрят на все детали. Если вы покупаете автомобиль, ну, точнее, если вы продаете автомобиль, как первый владелец, то вы будете под жестким контролем. Любые царапинки, любые сколы, вот даже мой автомобиль с пленкой, здесь обращались внимание на стыки, как поклеена пленка. Смотрелся автомобиль от и до. Любая ниточка, которая торчит из сидения, все это подвергалось жесткому контролю. Таким образом, к концу дня, к концу осмотра, там пошел пункт, вот здесь нитка торчит, там царапина, там скол, там, 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 там список увеличивается, тем самым он пытается охладить ваш пыл и сказать, смотри, можно подождать, можно найти варианты получше. Это к слову о том, что мы ранее с вами обсудили, что когда вы следите за автомобилем, и он у вас реально в идеале, у вас будет больше шансов, что вы его продадите быстрее и дороже. Потому что услуги автоподборщиков, как раз таки, и заключаются в том, чтобы найти автомобиль в идеальнейшем состоянии. И они смотрят на все. Подчеркиваю, есть ли эти автоподборщики грамотные? Когда человек неграмотный, он может не разобравшись сказать вам, покупайте, хотя на автомобиле пробег скручен в 3-4 раза, и это можно определить по явным признакам. Девятое. И наконец-то мы с вами переходим к фотографии. Вот многие, когда хотят пройти автомобиль, вот у них вот загорелась лампочка, он прям ночью поехал, помыл машину, давай ее фотографировать. Это делать неправильно. Некоторые фотографируют автомобиль на каких-то промзонах, вдоль дороги. Друзья, найдите красивое место, выделите на это время. Вот вам, пожалуйста. Смотрите, ничего не мешает. Машинка чистая. Ее можно отфотографировать с разных ракурсов, с более выигрышных, с более удачных. Сделать 10-15 фотографий. Никто вас не ограничивает. Не нужно делать одну-три фотографии, и то спереди, сбоку, сзади. А что по интерьеру, что под капотом, сделайте в максимум фотографии. Если вы сами не умеете фотографировать, позовите человека. Сегодня фотографией владеют многие люди с точки зрения того, чтобы сфотографировать автомобиль нормально. Не профессионально, но нормально. Тем самым вы получите хороший набор кадров. Их можно маленько обработать, придать им четкости, резкости. После этого мы переходим к публикации объявлений. Пропишите достойный текст. Не нужно писать о том, что моя машина в идеале, все классно, все вопросы по телефону. Распишите кратко, как вы ее купили, что вы ее обслужили официального дилера, что у вас есть для этого все доказательства, все подтверждения. Если вы что-то делали с автомобилем, вам что-то меняет по гарантии, это тоже нужно написать. Потому что вы можете подумать, утаивая информация о замене какой-то запчасти по гарантии, вам это будет на руку? На самом деле нет. Ведь люди, кто хочет купить автомобиль, они его изучают и понимают, что, например, у него есть какая-то болячка. Если вы этого не сделали, то это придется делать ему. А если автомобиль не на гарантии, то это дополнительные расходы для него. Если на автомобиле установлено дополнительное оборудование, это тоже нужно прописать. Если на автомобиле установлены элементы тюнинга и они в цену не входят, это тоже нужно прописать. В общем, к описанию объявления нужно подойти максимально детально. Написали текст, не торопитесь публиковать. Через часик, через два вернитесь, перечитайте его, наверняка вы вспомните еще какие-то детали. Тем самым у вас получится максимально подробное объявление, где будут хорошие фотографии автомобиля и будет максимально подробное его описание. Покупателю это будет только на руку И вот после того, когда вы все это выполните, вы получите честное, беспроблемное объявление Люди будут приезжать, будут видеть, что ваш автомобиль в хорошем, достойном состоянии, как вы его описали И здесь пункт номер 10, это продажа автомобиля Когда вы договорились с человеком о цене, он готов его купить Я вам советую первое, обязательно деньги провести через банк Приезжаете, вы можете общаться с человеком, он вам покажется близкой душой Но он покупает ваш автомобиль, вы уже с ним, друзья, вы уже с ним, братья В любом случае, обязательно заезжайте в банк, проводите все денежки там Подписывайте договор купли-продажи По закону, у него есть 10 дней для того, чтобы он поставил автомобиль на учет Но не забывайте о том, что он уехал от вас, разогнался 200, и все штрафы будут приходить к вам Как правило, я в этой ситуации рекомендую так, чтобы вы человека поставили в известность Что в течение 3-5 дней он ставит автомобиль на учет, либо же вы подаете автомобиль на угон Таким образом, человек не будет перекладывать на завтра, а пойдет быстрее регистрировать свой автомобиль Тем самым, избавив вас от лишних хлопот Ну что, пришло время сделать выводы А выводы и здесь простые Если вы хотите продать ваш автомобиль честно, быстро и дорого, в это в любом случае придется вложиться Не забывайте о замечательной поговорке, что скупой платит дважды Не забывайте о том, что в нашей стране на рынке автомобилей очень много мошенников, очень много дилетантов Если машина по рынку стоит реально миллион семьсот, то наверняка найдется всегда объявление, где автомобиль такой же висит за миллион двести Найдется человек, который вам будет звонить и говорить, а вот там машина Он не будет понимать о том, что она в залоге, в арейсе, что с этим автомобилем ничего нельзя сделать Ну, она же на пятьсот тысяч дешевле Друзья, поймите правильно, что когда вы делаете честно, к вам придет честный, адекватный покупатель В любом случае, я всех вас приглашаю в комментарии, напишите ваше мнение, давайте ваши советы, чтобы наш сюжет получился максимально полезным для зрителей и тех, кто читает комментарии Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение До новых встреч, всем пока-пока